МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валентине Тах тоже предстоит сделать выбор в этом году. Правда, уже между колледжем и вузом. Именно поэтому сегодня девушка внимательно изучает все, что могут предложить учебные заведения Кустанайской области. Очень тяжело выбрать профессию, потому что каждый учитель тянет к себе. У меня хорошие знания по биологии, и учитель биологии меня к себе зовет, чтобы я была там с биологией, свою жизнь связала. Но я уже выбрала свою профессию, и это очень тяжело. Я хочу быть юристом-консультом. Для того, чтобы помочь своим выпускникам определиться, куда пойти учиться, в Федоровском районе проводят уже третий по счету форум по профориентационной работе «Мир профессий» для учащихся 9-11 классов. В этом году в нем приняли участие более 400 школьников. Вторая цель мероприятия – сократить отток мозгов за границу. Была замечена такая тенденция, что наши выпускники, большинство, уезжают в Российскую Федерацию и в дальние и ближние зарубежья. И теперь, сегодня у нас этот отток уменьшился от 27% до 13%. А после 9 класса дети у нас поступают уже в наименьшее количество, то есть 6% на сегодняшний день показывает, что после 9 класса ушли у нас всего 10 детей. Те, кто уехали именно в 2018 году. В форуме приняли участие представители всех Кустанайских колледжей и высших учебных заведений. Представители каждого рассказали о списке предлагаемых профессий, сроке обучения, оплате, условиях получения гранта. Сотрудничество районного Акимата, говорят, в Федоровке и учебных заведений и позволило достичь того, что количество уезжающих выпускников сократилось вдвое. Именно поэтому такие профориентационные форумы и проводят на постоянной основе. Хамзан Урписов, Ярослава Богатырева, РТН, Федоровский район. Лучший социальный работник Кустанайской области живет в райцентре Тарановского района. Зовут победительницу конкурса, который проходил среди сотрудников социальных служб региона, Назгуль Ясмагомбетова. С трудовыми буднями девушки с открытым сердцем познакомились наши корреспонденты. Назгуль Ясмагомбетова профессию социального работника выбрала осознанно. Девушка всегда с легкостью готова была протянуть руку помощи нуждающимся. По ее словам, несмотря на все трудности в работе, о выборе своем не жалеет. Помогать людям – это ее призвание. Когда человек открывается тебе полностью, он просто покасается к тебе до глубины души. И ты просто хочешь действительно помочь этому человеку в любой сфере. Не только какие-то обязанности, которые входят, но в то же время, которые не входят в твои обязанности. Назгуль работает как с инвалидами, так и с одинокими пожилыми людьми. Поэтому ей нужно быть не просто сотрудником социальной службы, а стать другом и психологом для своих подопечных. Помогала очень хорошо. Мне такая социальная служба нужна, потому что я живу один. Не просто в работе бывает найти подход к подопечным, говорит Назгуль. Особенно, если это дети. Но, рассказывается Кендрар Магомбетов, их дочь сразу пошла на контакт с Назгуль. Они не просто общаются, а еще и играют, и учатся. Она стала почти уже членом семьи. Ребенок любит, она образованная, передовая такая все время, что-то новое придумывает, приносит игрушки. Даже первое время, когда здесь вначале не было, она покупала, сама приносила. Звание лучший социальный работник области – практическое подтверждение заслуг Назгуль. Девушка говорит, что для нее важно, что проводятся подобные конкурсы, и они становятся некой мотивацией для всех социальных работников. Мне посчастливилось, наверное, в области занять первое место, как лучший социальный работник. И это для меня большая мотивация. И сейчас, в дальнейшем, я хочу работать, посмотреть себя, оценить. Валерия Зиновьева, РТН Тарановский район, при содействии телекомпании «Акцент». Работников сразу 11 предприятий «Товарищество Ивол Геалтын» чествовали в зале Дома детского творчества в Кустанае. Премии, грамоты и цветы получили больше 40 человек различных специальностей – от механизаторов до бухгалтеров. В подарок пришедшим был подготовлен праздничный концерт. Мои коллеги побывали на празднике. У кого есть личное фото? Александр Москвин на сцене себя чувствует неуверенно. Ему привычнее в поле – зарем комбайна или трактора. Мужчина трактористом-машинистом работает уже больше 20 лет. А в этом году он впервые трудился в составе специального уборочно-транспортного отряда. Успел с коллективом убрать хлеб сразу в двух районах. «Были в Буревеснике, сеяли там, на уборке там были. Потом в этот Сараколь, в Зенкуле, в Маяке тоже на вывозке были, вывозили зерновые. Ну, отвечали в основном как за зерно же, на посевное, за сев. Вывес я примерно считал где-то около 2000 тонн зерна, а у посевного нет, не считал гектарного. 2000 – это много, мало для вас? Какая тут уборочная? Средняя. Можно было больше. Они все сложные уборочные, в зависимости от погоды, какая погода. Если погода как дожди, значит, она так средняя была. И дожди были, и в этом году нормально. В зале Дома детского творчества в Кустанае в этот день чувствовали работников сразу 11 предприятий «Товарищество Иволга Алтын». Ведь это многоотраслевая компания, но приоритетным направлением здесь все же считается производство зерна. Больше 40 человек – это пекари, механизаторы, бухгалтеры, водители, агрономы, инженеры, слесари, токари, заведующие лаборатории, пилоты, инструкторы, менеджеры – получили грамоты, премии, цветы и поздравления. Я считаю, что золото Иволги находится сегодня здесь, в зале, находится в компаниях, которые продолжают жить вместе, помогая друг другу. Мы и волговцы, и в этом, этим все сказано. Всем здоровья, счастья, благополучия. Будем трудиться, будем хорошо жить, будем зарабатывать больше. Подарком для собравшихся в зале стал и концерт, который подготовили и провели лучшие артисты и творческие коллективы Кустанайской области. Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.